Новая неделя и новый вой и тремор у российских пропагандистов. А все почему? Потому что вооруженные силы Украины идут вперед. Ну и приходят срочные новости по линию Министерства обороны Российской Федерации. На этой неделе топ-новостью эфира в российской пропаганде стали даже не события в Украине, а крушение самолета в России. На борту которого был руководитель ЧВК Вагнер и известный в России бунтарь Евгений Пригожин. Известно, что Эмбрайер принадлежал Евгению Пригожину. Обломки самолета раскидала на огромной площади. По данным некоторых СМИ, части самолета упали в нескольких километрах от фюзеляжа. Росавиация опубликовала список пассажиров самолета. Там находились 10 человек, трое из которых члены экипажа. По данным ведомства, в самолете был и сам Пригожин. Официальной версии, что же случилось с самолетом, нет. Но госпожа Скобеева активно отрицает самую правдоподобную версию, по которой от Пригожина могли избавиться российские власти. Авиакатастрофа с Пригожиным сегодня на всех обложках. Правда, заголовок на всех тоже почему-то один. Месть Путина. Так выглядят, видимо, свободные демократичные СМИ. Даже слова не меняют. Такая строгая у них методичка. Чья б корова мычала, а вот Скобеева лучше б о методичках помолчала. Ведь кто, как не она, ее собратья-пропагандисты работают по методичкам. Еще более хороший ответ на все вопросы о принадлежности нашего с вами российского Крыма. А то вы же болтуны. Дешевые болтуны. Восхваливали на этой неделе пропагандисты Саммит Брикс. И по традиции своего хозяина Путина. Сегодня второй день работы Саммит Брикс в Йоханнесбурге. Владимир Путин принял участие в пленарной сессии форума в режиме видеоконференции. Так называемые эксперты у Соловьева высказывались более смело о Бриксе, чем другие пропагандисты. И между строк пояснили, что же такое этот Брикс. Я тут себе позволю, а потому что возникло место, пустое место, куда Брикс смог, ну что называется, встроиться и расширяться. Ну и, конечно же, упоминали о наболевших для всех участников убийств в Украине санкциях. Как-то некрасиво получается. Давайте идем против него санкции. Кроме Брикса и воя от санкций, пропагандисты, конечно же, таки вспоминали в своих шоу Украину. Ну а второй час – это, к сожалению, опять Украину. Тем более, что на этой неделе особый повод – День независимости нашего государства. Мы находим повод вот что-то такое вот разобрать из тех решений августа 91-го. Украина 24 августа перевела все свои подразделения на усиленный режим работы и несения службы. Связано это с 32-й годовщиной и с празднованием Днем так называемого независимости Украины. Бомбила россиян и от поздравления Украины от президента Молдовы Майи Санду в окружении детей. Дети спели «Червоную калину», песню, которая, я напомню, считается гимном украинских националистических формирований. Вишенкой на торте стала фраза от Сандус «Слава Украине!» С Днем независимости, Украина! Слава Украине! Ну да, вот вы слышали, в конце Санду сказала «Слава Украине!» и разве что не зиганулась. Не обошлось без кремлевских нарративов и даже такое на первый взгляд безобидное шоу, как «Судьба человека», где, по идее, люди должны делиться жизненным опытом, а не сеять вражду. Хватит убивать детей Донбасса. С таким призывом еще пять лет назад выступили известные певицы, сестры-близнецы Татьяна и Елена Зайцева. Еще в то время, когда многие из их коллег по шоу-бизнесу предпочитали не замечать обстрелы со стороны официального Киева. Кончина Пригожина, независимость Украины и, конечно же, всякий бред вокруг этих тем были главными месседжами программ на российском телевидении. Российская пропаганда постепенно теряет фантазию и повторяется. И с каждым эфиром становится все сложнее понять, зачем же Кремль платит Соловьеву, Скобеевой и им подобным большие деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова